Зная о том, что в городе Полоцке, как раз к его празднику, в рамках проекта появляется Мурал и встретив на этом празднике Александра Михайловича Лопаткина, как человека любящего свой город, переживающего за него, сказал Александр Михайлович, а почему в Полоцке будет, а у нас нет? Ну и вот прошло буквально середины мая, неполных три месяца, и мы уже вместе с вами созерцаем то, что появилось на торце дома по проспекту строителей. Это первый арт-объект в городе после Славянского базара 2022 года. Витягск, город художников, родина Шагала, но это еще город неравнодушных, интересных людей, которые, если его искренне любят и носят в себе идеи, задумки, мечты и проекты, которые воплощаются, иногда благодаря, иногда вопреки, но они все равно воплощаются. Бобруйск и Полоцк, во всех этих районных центрах Муралы уже созданы и среди областных центров мы первые, кто позволил себе создать вот эту красоту. Создание муралов это серьезное с нашей стороны действие, мы очень серьезно к этому подходим. При создании муралов используются элементы белорусской мифологии, городские рассказы, легенды. Поэтому все, кто задействованы на этом вопросе, очень крепятно подходили к его решению. И нам с вами, наверное, повезло то, что мы являемся свидетелями появления в городе такой красоты, вот этого мурала. Я думаю, что он будет подвигать нас на создание каких-то новых красивых вещей, которые будут основываться на наших великих традициях. Вам расскажу немного о процессе создания. Обычно на такой проект уходит две недели, но в Витебске все не по стандарту. Обещанная неделя дождей на Славянский базар пришла как по расписанию, все затянулось. Потом поломалась люлька, я научился ее чинить. За этот месяц у тебя есть время посмотреть незамыленным взглядом на детали, дотянуть все до такого состояния, как тебе нравится. Сделать так, чтобы можно было наверняка сказать, да, эта картина готова, я доволен результатом. И большое спасибо банку за этот проект, за возможность творить в больших масштабах в родной стране. Серия муралов, традиции для будущего задумывалась с Белым банком еще два года назад. И мы хотели транслировать месседж не традиция, традиция как застывшая константа, а традиция как традиция инициативности, традиции предпринимательства белорусов, традиции участвовать в жизни страны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok